Очередной репортаж из нашего большого самарского цикла. Сегодня рассказ об Анне Варгадяевой лауреате премии «Народное призвание». Анна Ильинична, этническая рзянка в Самарскую область, приехала более 40 лет назад. Евгению Симкину она рассказала о том, как регион жил раньше и как чувствует себя под руководством Николая Меркушкина. В 2015 году народное признание. А вот здесь, вот у нас, я очень дорожу этим, как я при многих руководит, но это вот благодарность почетная от Николая Ивановича. Анна Ильинична Варгадяева, герой соцтруда, награждена многими другими высокими советскими наградами. Особенно бережно хранит диплом с подписью Николая Меркушкина. Теперь в Самарской области, когда говорят «Николай Иванович», все сразу понимают, о каком именно Николая Ивановича идет речь. Для Анны Варгадяевой смена власти в регионе стала символом ее бывшей доярки, востребованности и сегодня. Ветеранов труда стали приглашать на большие областные мероприятия. После десятилетий забвения для тех, кто всю жизнь положил во имя процветания Куйбышева, это знак особого уважения. Благодаря Николаю Ивановичу я впервые увидела парад на площади Куйбышева нашей. Я никогда только по телевизору смотрела. На 8 марта, это уже стала традицией, Николай Иванович стал дарить цветы каждой женщине. Слезы сами по себе, вот идут слезы. Я, уж честно сказать, вспомнила «Красотку» фильм и почувствовала себя женщиной. Это правда. Я не могла прийти, я приехала домой, там с подарками, с цветами. Села вот сюда на диванчик, и муж говорит, не знаю, что с мамой случилось. Прибежали дети, они рядом же. Мам, что случилось? А я еще, наверное, месяц не могла прийти в себе. В фотоальбоме «Вся жизнь» Анны Ильиничны больше, чем 40 лет назад в большой город. Она приехала из Инзы. Этническая мордовка устроилась работать дояркой в колхоз «Кряш». Доросла до руководящих должностей. Работала до 2008 года. Сейчас на заслуженном отдыхе. Весной 2012 года она в новом губернаторе Николая Меркушкина сразу разглядела человека. Такие люди, как Николай Иванович, они должны войти в историю не в масштабах Самарской области или Мордовии, а в масштабах всей страны. Такие люди, у него, я так вот как православный человек, ему еще от Бога дано, от Бога, от Всевышнего дано быть государственным руководителем. Это такие люди должны в любое время, в советское, сейчас и в будущее работать. Только такие, с такими людьми. Достижения Самарской области за последние 4 года хорошо заметны. Экономика, открываются новые предприятия, в том числе представительства крупных западных компаний, а это в условиях санкций. Социальная сфера, крупномедицинские центры. Самая большая в России школа, а будет построена еще больше. Детские сады до прихода Николая Меркушкина в Самаре не строили 20 лет. Сейчас это один из приоритетов. Чемпионат мира по футболу – мощный толчок развития региона. Областной центр превратился в одну большую стройку. Новые дороги, развязки, тоннели, продолжение строительства метро. Стадион станет самой яркой звездой в плеяде арен мирового футбольного первенства. Всего в небольшом сюжете не перечислишь. Перечислим в конце недели. Большой репортаж о Самарской области смотрите в субботу в программе «В центре внимания». И там будет не только Николай Меркушкин и Анна Ильинична-Врагадяева. Евгений Симкин, Павел Толобаев. Наши новости из Самары.